Здравствуйте! Это ток-шоу «Главная студия» и я его ведущая Светлана Шульц. Как и обещала в прошлой передаче, сегодня вновь говорим о благоустройстве города. Чтобы напомнить, о чем шла речь в прошлой передаче, предлагаю посмотреть несколько фрагментов. Внесли изменения, существующие правила Гаргандинской области. Хотим посмотреть, заслушать всех присутствующих, кто здесь находится, ну и задать вопросы. В этом году по району Казеби на работы по благоустройству выделено порядка 6 миллиардов тенге. У вас бессистемный подход. Я вот хочу сказать, Караганда, она совершенно ремонтируется бессистемно, только Бухаржал. Про бессистемность я с вами немножко не соглашусь. Поэтапно мы все делаем. В этом году Бухаржал завершаем. В 2024 год выделено порядка более 2,5 миллиардов бюджетных средств. Отсюда получается у нас, вроде мы, такие имея большие громадные деньги, делаем вроде много, а с другой стороны мало. Ничего не видно. Почему? Депутатов областного маслехата тревожим зачастую и городского маслехата тревожим. Нервничать мы должны. Мы будем радоваться, когда объекты будут сданы и будут сданы именно качественно и вовремя. Вот. Это же главное. Необходимо проводить работу с проектировщиками. Качество проектирования, оно должно быть на достаточно хорошем уровне, а еще лучше на отличном. Такая фраза, которая характеризует всю эту ситуацию, которую мы сейчас обсуждаем. Отперголили всю Караганду. Я хочу ответ услышать все-таки о целесообразности, о том, кто является автором сего шедевра и так далее, и так далее. Целесообразность, красота, эстетика. Красота, эстетика. Целесообразность – это красота, эстетика. Красота определяет отдел архитектуры. Давайте еще раз. Красоту. Вот. Да, правильно? Красоту определяет отдел архитектуры, культуры. Акимат – механизм для технического исполнения творческих посылов архитекторов. Вот хотелось бы, чтобы архитекторы сказали, это архитектурно правильно. Ну, например. Пусть они скажут. А требовать от представителя Акимата, ну, мне кажется, некорректно. Ну, они технически выполнили, выполнили. Провели тендер, провели тендер. Руслана, вы видели, как их выполнили? Их исполнение вы видели? Ну, у меня всегда возникает вопрос, кто прикупил металлургический завод, вернее, как-то, который металл гнет. Чьи интересы? С этого надо начать. Идем дальше. Хорошо. Чаще ценообразование. Да, ценообразование. Здесь же мы все делаем по сметному расчету. Комплексный программный комплекс АВС есть. Эту программу используют все госорганы, все проектные организации. То есть там ежеквартально забиваются цены. Там цена за единицу, цена за тонну металла, цена за покраску, цена за светильник, за кабель. Все туда вбивается. Это все в общем доступе есть. Сметчик проводит замеры, делает расчеты. Это все смечивается и подается бюджетная заявка. То есть эти сметы также у нас располагаются на портале госзакупок, есть в отделе экономики, есть у нас. То есть в части ценообразования, то, что мы говорим, 4,5 миллиона, это же цена, посчитанная программным комплексом. Это не мы взяли, грубо говоря, от балды, может, взяли и поставили эту цифру. А скажите, пожалуйста, просто мне интересно, сколько стоит благоустройство одного двора? Ну, такой вот, ну, среднее. Ну, средний хороший двор сейчас обходит, 22 миллиона где-то обходится у нас. Ну, то есть мы могли бы отремонтировать порядка двух дворов. Еще на два двора у нас стало бы, ну, красивее, да? То есть благоустроение. То есть дети получили бы условно, значит, детскую площадку, тренажеры получили бы условно пенсионеры и жители нашего города, куда бы приходили еще с других, значит, окрестностей детки. Эстетика бы появилась того или иного двора, но у нас 10 пергол появилось на этом месте. На направлении детских площадок же тоже деньги выделяются. Тоже деньги. Финансирование есть, то есть определенный объем работы. Мы же не только все посадили на пергол, а детские площадки мы все убрали. Ну, то есть как бы у нас первичный, у нас некуда больше. У нас ливневая система в таком состоянии. У нас анализационная система в таком состоянии. А 45 миллионов на перголы, это нормально. Это эстетика, это красиво. В прошлом году, вот я помню, да. Я правильно же понимаю, да? Это нормально, это красиво. А я тогда у архитектора хотела бы спросить. У нас сегодня есть в студии архитектор с огромнейшим стажем. Вот на ваш взгляд, как архитектора, который условно в профессии лет, наверное, ну 30-40 точно, да? Вам, перголы, как? Я скажу от профессионалов, потому что все-таки союз архитекторов Караганды существует на сегодняшний день. И проблема, вот о которой ты говоришь, это отдел архитектуры, это проблема не только у нас в Казахстане. Я вот с Сошником общаюсь, Липецк, шахтерский город, точно такие же проблемы, как и у нас в городе. А если вернуться к нам, в город? Да, но дело в том, что, я еще раз добавлю, по поводу пергол. Во-первых, не нужны они были. Я сейчас так объясню. Непрофессиональные архитекторы, дизайнеры приступили к этой работе. Я понимаю, эту перголу, да, вот 5 штук можно в парке где-то, да, композиционно сделать. Но сделать вот такую вот, извините меня, аллею, аллею без этого, ни к чему она не обязана. Второе, добавлю, что, а это все тянется, знаете, откуда? Непрофессиональные архитекторы, ну, нет, они хорошие дипломы защитили, все, но не зарекомендовали себя. На сегодняшний день, даже вот в моралах, я просто убеждаюсь, что даже вот напротив ЦУМа, обратите внимание, люди не смотрят, что вот хороший жилой дом, архитектурный, нет, надо там пирожок, пирог, торт нарисовать. Этим молодым людям, я, кстати, я напомню, была еще одна передача, вот «Подземный переход», который я проектировал, я даже, я рад, что разрисовали, но я этим молодым людям, знаете, что сказал, я там выступал, я ему вот что сказал, вы еще не заслужили, чтобы свои портреты рисовать вот в таких местах. Вы бы нарисовали лучше Акимов города, у Розалинова портрет, Акима Сарани, заслуженных людей. Вот эти молодые люди на сегодняшний день, это везде так, это везде, в интернете, они прорываются, не сделав еще ничего, но уже себя нужно вот зарекомендовать. Ну, то есть я вот сейчас услышала ваше мнение профессионала, это уже не наше мнение, рядовых карагандитцев, это мнение человека, который архитектор с огромнейшим, огромнейшим стажем. Да, это что-то новое, что-то интересное, современное. Нет, я приветствую новое, но не в таком количестве. Да, Игорьев. Говоришь, что это не нужно. Все же нисколько в защиту, да, сказать, сижу, слушаю и думаю, вот кто скажет причину, почему да, почему нет, вот да, мы есть вот уже, что есть, то есть, построили, а почему нет, все говорят, ну некрасиво, но это же вопрос вкуса, почему нет, вот мне это нравится, вам не понравится, сколько людей, столько и мнений. Однако я знаю, что вот этот участок, это заезд с аэропорта, он должен был быть какой-то облагоустроенный, красивый, однозначно. Вот это уродство с правой стороны, какие-то автосервисы, что-то, что-то. Ну, есть несколько въезда в Караганду. Въезд оттуда, с Майкудука, с Астаны въезд, и везде проблема, везде страшно. Вот именно этот район Аяна, да, ТБЦ Аяна, там с правой стороны, там же ужасно. Возможно, нужно было 45 миллионов как-то по-другому, да, распределить. Я же к цене опять всегда возвращаюсь, что такие деньги, всего на 10 штук, на 10 их всего. Ну, а с того, что там что-то нужно было, что-нибудь. Ну, должны тогда же были подключиться архитекторы как минимум, чтобы это был ансамбль, как называлось раньше, да, ансамбль. Да, понимаете, а не так. Светлана, смотрите, вот мы заезжаем, стоят перголы, перголы заканчиваются, дальше идет республики, и улицы друг с другом разделены зеленой полосой, с кустиками подстриженными. Вот для меня оно выглядит гораздо эстетичнее, чем вот это, то, что там, это раз. Второе, на это копейки нужны, один раз в год подстригать, ну, чтобы как вот подстригать, копейки нужно. Выглядит классно и эстетически, да. Там, поверьте, это металл опять, крашеный не порошковой каской. Николай, я вам говорю, они уже проржавели в середине. Показали ему, я не знаю, проржавели или нет, каждый год надо будет это касить. Теперь на содержание дурных денег надо будет. Я же о чем говорю, что это же повлечет за собой. И самое главное, что любая пергола, она делается для чего? Это создание тени для людей, теоретически. Пергола, это типа беседки, такая штука, для того, чтобы создать какую-то тень, чтобы люди там могли находиться, чтобы там могли находиться скамейки какие-то. Как туда пройти, к этим перголам? Там пешеходных переходов нет, там трасса, кто там будет, кто детей туда пустит. Да нет, конечно. А для того, чтобы что там посидеть и подышать чем? Мы не богатыми газами. Вот многие говорят, что мы не богатое государство. Ну, приедьте в Европу, да, посмотрите, вот обычные улицы городов. Есть ли там такое? Они себе это не позволяют. Германия богатейшее государство, сильнейшая экономика. В пятерку в мире входит, да? У них кругом должна быть рациональность. Каждый кусок земли должна быть либо бурщатка, либо асфальт, либо зелень. Все, да? Вот такие вещи они себе не позволяют. Ну, они считают, что... А бурщатки, которые мы ложим, Светлана, а бурщатки, которые мы ложим? Мы ложим бурщатку, которую перестилаем через 5-10 лет. Зачем? Вот кто мне может сказать, зачем? Сколько раз уже на бухажира вот бурщатку перестилали? Смотрите, вот просто я вам скажу. Вот цена квадратного метра выложенной бурщатки. Стоимость бурщатки там, в ней, порядка 30%. Все остальное, это подошва снизу, работа, прочие дела, налоги там, прибыль, да? 30%. Стоит... Все, кто выигрывает это делать, вкладывают в класс самую дешевую бурщатку. Самую дешевую бурщатку, которая разрушается очень быстро. Она крошится. Я вам просто скажу. Ну, в прошлом году хорошая бурщатка из натурального гранита, из натурального гранита, в Балхаше продавалась по 13 тысяч тенге квадратный метр. Ужасно. Это стоимость бурщатки всего в 2,5 раза дороже. Ну, вы ее положите, она на 50 лет. С ней ничего не сделается. Она не боится циклов заморозки-разморозки. Она не боится влаги. Ничего. И очень эстетично выглядит. Выходит, она в 2,5 раза дороже. Но в работе, в работе, за квадратный метр готовой бурщатки, это будет дороже процентов на 20. Вы один раз сделали, надолго забыли. Это то же самое, как бетонные бордюры. То есть, вот делают там, помните, как мост возле 16-й тюрьмы сделали, бордюры поставили, и за одну зиму они полностью озарушились. Их потом там подштукатуривали. Или гранитный бордюр. Если вы правильно гранитный бордюр уложите, правильно его, с бетоном, с подстилающим слоем. 30-40. Фаску снимите на нем, да? Ну, поверьте, это 50 лет. Она сломается только если грейдером бить в него постоянно. Он от природных климатических условий не сломается. Он будет пожизненный, да, условно. Еще обратите... Смотрите, я как пример, да, вот Лансу, городишко в Германии. У меня там родители жили мои. Улица, старая улица, улица Болщатка. Машины ездят по этой Болщатке. И вот Болщатка, как бы, видно, что одна, а вот такие пятки какие-то на ней, пару пятен есть. Вижу, как бы чуть-чуть другого цвета, или как-то вот чуть-чуть не так. Я спрашиваю, что это такое? Ну, почему вот так? А мне говорят, ну, это Болщатку до войны положили. А во время войны бомбили нас. Ну, вот, это как бы попадание двух... И в этом месте, в этом они переложили бы. Да, да, да. Это с того войны... Это очень грустно слышать все, Николай, понимаете? Какой-то камень натуральный. С нашими-то дорогами, о которых я буду говорить в следующей передаче. Вот мы сегодня говорим о рациональности, о том, как правильно использовать деньги. Ну, кому-то, нескольким людям, вот эти вот металлические конструкции, плюс та арка через дорогу, которая чуть дальше к аэропорту, они кажутся, что это архитектурный облик украшает города. А кому-то нет. Вопрос в цене. Если кому-то да, кому-то нет, давайте тогда поговорим о цене. Мы что, 5 миллиардов это много на благоустройство? Это копейки. И когда мы начинаем тратить на непонятные вещи... В Вашингтоне стоит флагшток с флагом. Как у нас в Караганде. Больше ни в одном городе Америки. Беднейшее государство Америки. Поэтому они больше ни в одном городе такой флагшток не поставили. У нас стоит во всех городах самый маленький в Павлодаре. Бизнес ничего подобного. Чистый бизнес. Зачем? Мы от этого все стали патриотичнее. Это же знак самоутверждения мужчины. Я стал от этого патриотичнее. Навряд ли. Я думаю, по тем временам это было 480 миллионов тенге. Тогда столько же был тендеров строительства садика с бассейном в Асакар. Вот, пожалуйста. Видите? Да? Чистый бизнес. Это целый садик поставили, на котором вот этот флаг периодически рвется. Они его снимают. Он то есть, то нет. Флаг миллион. Больше уже. Вот это да. А теперь красили тоже баллончиками. Вы обратите внимание теперь на нее. Она в пятнах, где ржавчина, где что. Вы знаете, Николай, а я опять к эстетике. Одну секунду. Я все про эстетику. Я хотела сделать первую передачу, посвятить, значит, благоустройству города, а вторую благоустройству парков и скверов. Но я понимаю, что мы две передачи будем говорить о благоустройстве города, потому что на самом деле, благодаря тому, что депутаты Караганинского областного масляхата инициировали, наконец-то, эту тему обсудить в главной студии, вопросов накопилось столько, что за одну передачу мы их точно не обсудим. Поэтому огромное спасибо, что вы сегодня пришли, заместитель директора парков и скверов, значит, но с вами мы будем говорить, похоже, в следующей передаче на этой диалоговой площадке. Поэтому вы сегодня просто вот как слушатель. Если есть что сказать, вы же живете в этом городе. Я уверена, что будет что сказать. Вы знаете, я опять к красоте и к эстетике, а теперь же в районе Алихана-Букихана. Тоже, ну, как бы не мое мнение, я никогда не высказываю свое мнение. Я высказываю то мнение, которое поступает от жителей города Караганды, я лишь его озвучиваю в главной студии. Световые, как они называются? Кубики. Нет, это не кубики. Не кубики? Это шары, световые шары, которые появились, значит, в районе имени Алихана-Букихана. Можно нам дать видео, да, я думаю, все их лицезрели. Значит, они светятся, значит, в ночное время. Точка. Все? Все шесть, по-моему, их целых. А, это уже после кубиков. Это уже после кубиков. Вы торопитесь, Светлана. У нас много приключений. Нет, 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 вот я сейчас о них хочу сказать. Во-первых, кто автор этого шедевра, во сколько бюджету обошлись, они просто интересны. Сейчас уже появились, это старое видео, сейчас уже появились, значит, здесь искусственное покрытие. Искусственное зеленое покрытие появилось. И скамеечки, их, наверное, так. Ну да, это пуфы, пуфы искусственной этой зеленой штукой облепленные. Извините, я немножко, мы не понимаем. Руслан, я поняла, что эстетика и я, это кардинально противоположные абсолютно. Мне особенно нравится, вот это сооружение как кинопленка или как перед политехом. Мы сейчас, Алихана Бакихана, Николай, дайте Алихана Бакихана немножко о наших проблемах озвучить. А вот, пожалуйста, сумма, значит, то автор подобного шедевра. Да, да. Кому что сделать? Руку пожать. Наверное, уже медаль дать. Вот молодежь спрашивает, кому говорит руку пожать. Скажите, пожалуйста, кто автор, сколько стоят. Ну и качество исполнения, конечно, тут понятно. Можно, пожалуйста, ответить на этот вопрос? Данная конструкция устанавливалась в рамках программы праздничное оформление. Праздничное праздничное. Ну, касательно суммы я не могу сказать, потому что другой отдел у нас занимается праздничным оформлением. А подождите, а если это праздничное оформление, значит их уберут? Нет, получается, нет. Это праздничное оформление? Нет, это другая программа. Ну, они поставлены, то есть один раз и поставлены? Мы устанавливали в рамках программы праздничное оформление же, правильно? Не в рамках программы благоустройства. Так же и вот эти композиции. Вы представляете, вот мы до чего дошли. Да, да. Можно сказать? Да, вот сейчас, в принципе, все законодательство, все, что у нас есть, да, есть территориальное управление, есть вот архитектура, да, и все написано местный исполнительный орган. Ну, местный исполнительный орган, это получается, вот, ребята вот с отдела благоустройства, там, 3-4 человека, которые вот, да, реально вот делают, и мы виним кого? Мы здесь не говорим, что вот это урбанисты наши сделали, там, или какой-то там архитектор, да, мы обратно виним это Акимат. Мне кажется, вот от нашего архитектора аж плакать хочется, он глаза вот вытирает. Да, вот, знаете, вот я столкнулся тоже, вот у нас вот есть управление как-то урбанистики, да, называется, или отдел урбанистики, центр, центр урбанистики. Не знаю, для чего этот вот центр создали, вот это, скорее всего, это ихнее вот видение, это ихняя красота, потому что Акимат бы, ну, я думаю, на такое бы он не пошел. До такого не додумался, вы хотите сказать? Да, потому что, знаете, я столкнулся с этим, когда вот, ну, мы члены общественного совета, да, день рождения был Геннадий Головкин, когда вот он в Майкудуке, ну, это как будет, как реклама, не реклама, да, вот мы ему сделали мурал, да, вот. Я подошел к банистам этим нашим, да, спросил, вот, ну, вы же рисуете там вот у нас, на Юго-Востоке они-то там что-то нарисовали, здесь на Бульвар Мира они там кошечку нарисовали лежат, на Курпешках, да, ну, вот я говорю, ну, кошка и Курпешка, это чья красота? Ну, можно было бы, например, там, Геннадий Головкин сделать там, да, вот, то, что сделали. Ну, конечно, мы за свой счет это все сделали. Просто, видите, вот правильно архитектор сказал, что раньше была вот эта архитектура, в которой вот сидели умные какие-то вот люди, которые изначально они выучились, профессионалы, они, да, художественный совет, но это принимал решение они, потом выносили, предлагали Акиму, Аким делал, да, а здесь сейчас получается, что вот какой-то урбанист вот придумал, там, ну, где-то с кем-то согласовал, не видя их, поставили. Теперь мы обсуждаем, что вот Акимат, вот, виноват. Освоили, да. Вот, для этого вот мы и сделали, что вот эти вот правила благоустройства, они должны работать. Вот, просто я тоже бывший госслужащий, раньше, чтобы что-то на госслужбе сделать, были вот всякие вот правила, были методики, были течения, ну, что вот ты должен что-то сделать и согласовать вот эти вот архитектурные проекты, эскизные хотя бы. Ну, сейчас вот у нас получается, вот мы делаем дворы, делаем вот эти вот, ну, да, вот перголы, да, непонятные для чего. Световые какие-то шары, например. Нету архитектурного эскиза и нету архитектурных вот... Кто это вот видел, например, даже хотя бы на общественный совет вот предоставили бы, что вот такие вот будут шарики ставить, да? Не стоит, это будет вот столько условно. Ну, да, и никто бы их не согласовал бы, видите? Просто мы видим уже по факту, когда ставят, и мы начинаем уже обсуждать. И потом все паблики только и пестрят, и пестрят. Вот здесь, посмотрите на это, обратите внимание. Светлана, это... Ну, вот архитектор опять у меня вырывает просто микрофон. Значит, в свое время, обратите внимание, в городе существовал архитектурный градостроительный совет, которого уже два года нет. Второе. Да, я член градостроительного совета и до сих пор себя считаю. Если приглашают... Там специалисты остались, архитекторы. Вполне достойное мнение. Так вот. Каждый проект, кстати, вплоть до... Да, был еще должность главного художника города. Она есть. Лидия Игоревна Устьянцева была. Так вот, тоже собирался совет. Совет Союза художников. У тебя член Союза художников. Та же самая ситуация. Мы памятник, если вот какой-то утверждаем, то обязательно собирается архитектурно-художественный совет. Это в Союзе художников. Он до сих пор существует. Далее. На сегодняшний день этого нет. Вот я уже сказал. Молодой человек решил себя показать. Раз показал. На сегодняшний день принимается... Ну, быть может, скажите, от кого зависит то, чтобы вновь это было все, как должно быть? Конечно, от властей нашей власти. Нет, от депутатов зависит. Они этот вопрос могут рассмотреть на сессии и принять решение. Обязать Акима, организовать, чтобы опять этот архитектурный совет был, да? И все, все проекты должны проходить через архитектурный совет. Ну вот тоже подтверждено. Нет, ну это же... Надо только волю и желание решить. Но вы были и секретарем, и депутатом нескольких созывов. Это так сложно сделать? Нет, конечно. Раньше градостроительный совет существовал, и на нем вот Николай, я был непосредственно... Значит, обсуждали, значит, все вопросы непосредственно и застройки жилых микрорайонов непосредственно, и, значит, вот детальные планировки, значит, обязательно. Значит, кроме того, значит, уплотнение города относительно этого дела, какие-то точки там, соответственно. И вот эти объекты непосредственно. Вот. Но последние два года, значит, я смотрю, значит, он никак не работает. Почему? Потому что, видать, по всей относи, он не нужен. С кем-то советоваться, понимаете? Я так предполагаю. То есть не нужно. Неудобно, да, это не просто так, соответственно, понимаете? Там, конечно, у нас тоже были, значит, разные мнения, значит, архитектор, который, значит, опытный, тоже, например, Джейм Баев, Хайрат, то, значит, вот непосредственно наш процентка, значит, там много, там человек 10-12, которые еще есть архитекторы, которые имеют, кажется, определенные. И я не понимаю, почему, значит, сейчас вот настолько упростили систему, понимаете, упростили просто начать кем-то. И поэтому появляются вот такие моменты. Да, вот такие шедевры появляются, да, которые потом… Светлана, дело в том, что надо… Сознать его… Сознать его… Сознать его… Сознать его тем, что мы живем 31 год в рыночной как будто бы стране, да? А на самом деле этого не происходит. Мы по старинке, по инерции живем в этой системе плановой хозяйствии советской. Я не хаю в советскую систему, но я хочу сказать, что отсутствует конкуренция. То есть местные спецназвлады сейчас же век интернета. Они должны были просто выкинуть эту информацию в эфир и сказать, господа горожане-карагандинцы, вот мы хотим вот такую ерунду поставить. Как вы на это смотрите? Она стоит 45 миллионов. Вы понимаете? Вот так должно быть. Должна быть конкуренция, ее отсутствует. Она отсутствует, понимаете? Вот главная беда, причина. А то, что мы сейчас наезжаем на них, они исполнители. Это жертва. Корень, да, это жертва просто. Это продукт той старой системы. Вот в чем дело. Поэтому пока не будет конкуренции, ну вы действительно жертва, да. Поэтому, естественно, что их винить сейчас? Ну что, ничего не изменится. Хоть миллиард вложите. Поэтому пока мы не научимся жить по рыночным правилам, как еще бывший Елбасы объявил, ничего не изменится. Я так поняла, Каблигарин Иргалевич, ничего не стоит абсолютно условно депутатам Карагандинского городского маслехата вынести на повестку дня о возобновлении работы градостроительного комитета и... Значит, нет, эта инициатива идет от Акима города непосредственно. А, вот как. Аким города, значит, пишет письмо. Значит, прошу создать городовательный совет, значит, и внеси в этот состав приближения таких людей. Аказ, это так просто. Значит, туда входит... Нет, там нет. В законе нет, к сожалению. А, прерогатива есть. Да, прерогатива это число исполнительного органа. Ну то есть ничего сложного в этом нет? Да, ничего сложного. Значит, туда в состав входят депутаты, общественники, активные, архитекторы, все входят непосредственно. Там может 15-20 человек быть непосредственно. Ну отлично. Но маслехат его утверждает. И тогда он является законодательством. Я могу назвать... Ну то есть без проблем. Я могу назвать причину, почему городостроительный совет не существует. Почему? Вот я сейчас объясняю. Дело в том, что эта ситуация не только в Караганде, она и в Астане. В Астане там только учредительное собрание и утверждение. Вот это по республике. Вот сейчас новый президент Союза архитекторов был. У нас была сессия в Союзе здесь, в Караганде. И там этот вопрос просто обсуждали. Дело в том, что на сегодняшний день это нужно по республике, юридически. Дело в том, что юридически нужно принять закон об архитектурно-градостроительном совете. Вот почему его убрали. Я сейчас еще объясню. Не устраивал этот градостроительный совет людей, которые занимаются строительством. Они подавали жалобы в Акимат, чтобы... Упразднить. Упразднить. Потому что, действительно, критика профессионалов шла... Никому не нужна, вы хотите сказать? Нет. Ну, подождите. Критика профессионалов на градостроительном совете иной раз шла в разрез того человека, который занимается этим. Вот почему на Юго-Востоке вот эти вот Манхэттены, микрорайоны появились, небоскребные. О которых, в принципе, это уже без градостроительного совета. Важную вещь сказали, что мы живем в век интернета, и то, что Акимат в целом имеет все ресурсы для того, чтобы спрашивать у горожан мнение, давайте сделаем то или это. Но даже спросив у горожан их мнение, даже получив конкретный ответ, нужно нам это или нет, Акимат или подрядчики, я не знаю, кого винить, все равно делают, как хотят. 10 августа возле памятника шахтерам напротив ДК сняли вот этот 100-летний плетняк, посадили эту бедолажную брусчатку. Для чего? Зачем? Еще в начале августа в Юле проводил центр урбанистики, о котором вы говорите, они проводили опрос среди горожан. Все горожане сказали, нам это не надо, нам это зачем? Плетняк лежит, зачем вы его трогаете? Это часть всей конструкции того, что город шахтеров, то, что суровый, то, что жестокий там и так далее. Это монументальность. И все, его сняли, а теперь вопрос большой, а какие последствия будут у подрядчика или у заказчика, или у технадзора, у кого, за то, что сняли его? Куда его увели? Зачем? Для чего? Потому что завтра, как вы говорите, эта брусчатка может поплыть, потому что уже был такой случай, когда на каскаде вот эта брусчатка, на спуске, она поплыла, почему? А она до сих пор так и плывет, Аслан. Ну это же не было, насколько я знаю. Там же прям вот как будто озеро. Это же не было, как я знаю. Потому что все делалось в тихую. Вот, и тут очень важный момент, который проговорили, то, что необходимо, чтобы было все просто логично, просто рационально, потому что до эстетики, с эстетикой мы никогда не договоримся, у нас никогда, хоть 500 советов создаем, мы никогда не договоримся до эстетики, потому что та эстетика, которую вы продвигаете, это ваша эстетика. У молодежи, как вы говорите, тоже совершенно другая эстетика. Но при всем при этом во всех поколениях ценилась рациональность, логичность. Просто зачем, например, тратить на те же самые, ну давайте перголы, не будем уже перголить лишний раз. Все началось не с пергол. Перголы это же последствия. Что с последствиями бороться? Надо лечить корень. Потому что 2-3 года назад, в период коронавируса, когда были нужны деньги на медицину, потратили деньги на эту киноарку, кинопанораму с политехом. Это что такое? Это что за приколы? И до этого тоже были такие же абсурдные ситуации. Мы должны понимать, что это все, что мы сейчас разбираем, это последствия. Завтра я не удивлюсь, если у нас поставят подобие ЛРТ, или какую-нибудь пекинскую башню, или африканскую пальму. Подобие ЛРТ же вот они перголы и есть. И так далее. Они прям похожи. Нужно просто думать, кто понесет за эту ответственность. Если мы услышали конкретно фамилию, я бы был бы рад. Вот молодой человек сказал причину, корень зла, от чего это идет. Местная святая власть до сих пор не хочет считаться с народом. Вот и все. Вот корень зла. Это ток-шоу «Главная студия». Говорим сегодня о благоустройстве города. И вот что мы уже успели обсудить. Мы ложим баучатку, которую переистилаем через 5-10 лет. Зачем? Вот кто мне может сказать, зачем? Нужно просто думать, кто понесет за эту ответственность. Если мы услышали конкретно фамилию, я бы был бы рад. Вопрос в цене. Если кому-то да, кому-то нет, давайте тогда поговорим о цене. Все законодательство, все, что у нас есть, да, есть территориальное управление, есть вот архитектура, да, и все написано местный исполнительный орган. Но местный исполнительный орган, это получается вот, ребята вот с отдела благоустройства, там 3-4 человека, которые вот, да, реально вот делают, и мы виним кого? Я могу назвать причину, почему городостроительный совет не существует. Почему? Акимат или подрядчики, я не знаю, кого винить, все равно делают, как хотят, напротив ДК. Сняли вот этот 100-летний плетняк, посадили эту бедолажную брусчатку. Для чего? Зачем? По поводу ответственности, Светлана, я вот здесь, Николай, секундочку, я вас продолжу. Николай, я продолжу по поводу зелени, помните, вы сказали в своем вот сейчас предыдущем высказывании, что эстетичнее бы смотрелись какие-то такие зеленые насаждения, даже если не высокие. Так вот, у нас это в Майкудуке на Магнитогорской улице на протяжении всей были высажены прутики, не в тот месяц, когда надо высаживать растения, то есть уроки биологии прогуливали все те, кто занимался этой дорогой. Да, поливать это сейчас я расскажу. Высадили эти прутики вдоль всей длины Магнитогорской, новая дорога, светофоры и так далее, и так далее. Эти прутики забывали поливать, эти прутики были успешно потом ликвидированы, потом за неимением зеленой листвы весной. Вот, и теперь, вот здесь если перголы, козыбек би у нас волнуется, да, у нас появились кубики, если бы я знала, что у вас их нет, эти кубики тоже был общественный резонанс. Но я их поддержала, знаете, почему? Тоже вот только из-за того, что говорю, да, Господи, Боже мой, у нас в Майкудуке, да, никогда ничего бесполезного не было. Слава Богу, цивилизация бесполезности дошла до нас. Вот, коллеги, как бы, конечно, юмором мы спасаемся, юмором мы спасаемся, но с другой стороны, сейчас руководство вот нашего района, в принципе, облагораживание нашего района видно. Там, если едешь вот Ануар и вот туда ниже, есть у нас этот скверик, да, такой, вот довольно-таки уже эстетично смотрится. В 17 микрорайоне первый раз в жизни поставили какие-то деревянные такие конструкции. Мы теперь с сыном интенсивно, когда выходим на прогулку, и он ездит на велосипеде, ждем в вечернее время, когда они начнут светиться. Надеюсь, мы дождемся. В принципе, положительные тенденции есть, но для того, чтобы не было таких пергольных ситуаций, я так думаю, что и Акимату нужно привлекать нас, общественников. Вот, да, привлекайте, мы и вам будем помогать. Прозрачность, мы будем уже с народом беседовать, объяснять, что эти 4,5 миллиона или 600 тысяч, или 700 тысяч на эти кубики, чтобы глаз радовался. Но эти кубики появились как следствие того, Николай, что там исчезли вот те насаждения, кустарники, которые бы могли радовать наш глаз. Вот вам, пожалуйста, причина и следствие. Вот у нас сегодня нету ГАИ здесь, вы не пригласили, а вот именно по благоустройству, вот их тоже слушать надо. И я вам скажу, кроме того, что эстетично выглядит проспекта республики, вот эта зелень в середине, любой водитель скажет, ночью, когда едешь, тебя встречные не светят. То есть они забирают этот свет в себя. Ты едешь, тебе встречные не светят, ты видишь людей, когда переходит хорошо. Николай, зато эту функцию хорошо выполняет LED-экран, он слепит. Ну. Одно компенсирует другое, все замечательно. Эти забирают свет, а эти дают LED-экран. Да, там нету этих LED-экранов, и там очень комфортно ездить ночью, вечером, темно, в темное время суток, именно из-за того, что теперь встречные тебя не светят. То есть кроме того, что это эстетично, это еще и в плане безопасности, подумано, практично. И в плане обслуживания дальнейшего, оно уже не требует большого. Светлана, что касается дороги, когда с Майкудукой едешь, с правой стороны обратили в городе, да? Есть выемка. Дорога, на первый взгляд, сделана неплохо. Стоп, дороги у нас следующая тема. Это же ужасно. Стоп, 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 это следующая тема. Руслан, кто-то принимал. По высадкам, по деревьям у нас, хочу обратить внимание, очень часто нарушается процедура. Например, положено сажать деревья весной и осенью, процедура нарушается, сажают летом. А еще процедура нарушается у нас тогда, когда частник, когда строит свое здание, он получает разрешение на вырубку деревьев. Так вот, есть два направления. Одно, незаконная вырубка деревьев. И второе, законное. Чтобы получить законное разрешение на вырубку деревьев, необходимо получить, я вот взял с собой памятку, семь документов. Эти семь документов являются обязательными сведениями. Их сдают через портал Елиценз для получения разрешения на вырубку. Их, эти документы, они попадают в Акимат. Одним из документов являются материалы инвентаризации и лесопатологического обследования зеленых насаждений, произрастающие на пятне объектов, с указанием существующих деревьев и многого-многого. Так вот, из этих семи пунктов, из этих семи обязательных документов Акимат принимает, может рассмотреть вопрос без семи. А на основании трех документов из семи. Следовательно, Акимат позволяет строителям, сдавая не все семь необходимых квалификационных документов, выдает разрешение на вырубку. Один из семи документов называется заключение комплексной вневедомственной экспертизы, государственной экологической экспертизы. А у нас разрешение на вырубку деревьев выдает Акимат на основании отсутствующего такого документа. Вот откуда ноги растут. Понимаете, то есть нарушение процедуры даже на выдаче документа на вырубку деревьев говорит о том, что возможно в Акимате нарушаются многие другие процедуры. Вот когда мы говорили недавно, что нет процедур, они есть, они изложены уполномоченным органом, но местные исполнительные органы должны более тщательно к этому подходить. И, ну, сейчас вот у меня полностью переписка есть. Одну секундочку, Руслан, дело в чем? Дело в том, что мы две перед, к сожалению, вас не было на этой передаче, но мы две передачи подряд обсуждали защиту зеленых насаждений. И поэтому, если мы вновь будем возвращаться к этой теме, то нет, я ее обсуждать сегодня точно не буду. Я бы хотела еще единственный вопрос, который затронуть, он касается в целом внешнего облика нашего с вами любимого города Карганды. Скажите, пожалуйста, почему происходит такая ситуация? Что? Значит, условно, объекты малого, среднего бизнеса, а это, как правило, первые этажи, это, как правило, там, не знаю, там, юристы, нет, нотариусы, это кафе, это парикмахерские и так далее, и так далее. То есть, почему они сегодня, не сегодня, уже на протяжении многих десятилетий, как радуга, по городу едешь, о каком архитектурном облике можно говорить? Если, условно, один придумал себе почему-то сделать свое, ну, не знаю, там, кафе желтого цвета, другой ярко-розового, третий зеленого, четвертый, еще бог знает какого. Почему? Откуда? Почему это не делается, согласно условно, основному зданию, если оно выкрашено условно, не знаю, там, в какой-то бежевый цвет, ну, не сделать, чтобы это было на контрасте, к примеру, там, светло-коричнево, чтобы это смотрелось в гармонии, а не вот таким, знаете, как вот, нате вам, держите вам. Нет, это Николай, знаете, как, у кого насколько фантазии хватило и вкуса, и поэтому наша Караганда сегодня, когда смотришь, вот Нурсулу Ибраевну, прям крик дышу у нее в начале передачи был. Да что, почему же наша Караганда такая ляпистая? Ну, почему же она такая безвкусно кричащая вот всеми этими красками? Почему нельзя сделать, чтобы это была органика, чтобы ты ехал, и это вписывалось в основной архитектурный облик того или иного района? Мне очень хочется узнать, каким образом выдается вот это самое разрешение на то, чтобы появлялась та или иная красота, вот это яркое пятно в той или иной части города. Не важно, район Алихана-Букихана или район Намини-Казабек-Би. Вот просто интересно, почему, кто, какова процедура, есть ли согласование опять-таки с кем-то, чтобы, ну, условно, это было желтого цвета, это красного, это зеленого и так далее. Я, наверное, к району Алихана-Букихана, потому что район Намини-Казабек-Би сегодня, мне кажется, и так уже сполна ответил на все. Согласно, фасадов зданий малого-среднего бизнеса, как таковое, они с нами не согласовывают, в какой цвет красить. То есть, законодательно. Мы не регулируем, мы не можем им сказать, в красе в желтой или в красе, это частная собственность. Согласно правилам, это не нужно. Согласно правилам, это не нужно. Хорошо, условно, если я захочу свою квартиру на первом этаже раскрасить в ярко-красный цвет, свой, условно, ну вот, весь первый этаж свой. Квартиру? Не, ну получается, квартиру это уже объект малого или среднего бизнеса. Это уже объект кондоминиума, то есть там уже идет общее собрание жителей. Там нужно разрешение? Нет, уже жильцов. Жильцов, подождите, а здесь же это тоже часть. Это часть, это часть собственности. Давайте так, значит, он неправильно рассуждает непосредственно, понимаете. Вопрос в чем состоит, значит, всегда, когда малый бизнес, значит, переоборудовывает там, или, да, первый этаж, или строит одно этаж, он в любом случае разрабатывает проектно-сметную документацию и архитектурный проект. И в этом архитектурный проекте определяется цвет и краски, и все относительно этого дела. Материал, да. То есть это здесь недоработка архитекторов больше, поймите правильно. Вот, то есть, конечно, вот эта часть, вот мы говорим с Николаем Гоголя, она была в свое время, значит, Николай Викторович у нас Филатов был, вот непосредственно он всегда старался концепцию всего дома одинаково сделать. К сожалению, значит, ну, предложим, там один объект сегодня строится, завтра, там через два года, там через три года, вот. Вот, эту идею, к сожалению, значит, она не привилась и не потребовалась, понимаете? А что же делать для того, чтобы... А других документов, а других документов, к сожалению, пока нету. А что нужно сделать для того, чтобы это появилось, чтобы наш город был эстетически привлекательным? Мало среди бизнеса. Что делать, Николай, еще раз? У нас есть правила благоустройства, да? Надо, чтобы в правилах благоустройства, вот, переделка фасадов вся, она была через только архитекторов, да? Но у нас нет архитекторов, у нас даже те, когда были архитекторы, они тоже закрывали глаза, или, может, как-то по-другому решали. Николай, в отношении к малому среди бизнесу, 23 года я оставил интерес к малому среди бизнеса и скажу, что отсутствовала на протяжении 30 лет независимости Казахстана гармония между местами среди власти и малым среди бизнесом. Вот одна из причин, почему вот этот бардак произошел, разноцветный, а потому что малый среди бизнес выживал 30 лет, ему просто мешали, вот одна из причин. А, то есть, вот этими кричащими цветами, вы хотите сказать, они подобным образом выживали? Да, вы знаете, чтобы документ подписать, вы что, не знаете, как документ подписать? Малым среди бизнес 30 лет, это же кошмар. Нет, давайте... Это же кошмар, какой будет. Ну, что вы, правда, мне хотелось бы услышать от вас вопрос. Вот что вы предлагаете, чтобы у нас подобного больше не было? Я вам просто хочу сказать, вот, например, бульвар мира, это историческая улица, и поэтому к ней должен быть подход фундаментальный, концептуальный, то есть, как к памятнику, как памятнику, вот, архитекта поддержит, архитектуры и культуры, понимаете? И вот даже элементарные, там вот кота нарисовали на курпешке, он смотрится, абсолютно нет. Нонсенс. Почему? Потому что здания все очень красивые, или здание, где раньше детская столовая была, супер, оно стало красивым. Но впереди остановка, это, вы знаете, это хуже цыганского базара. Понимаете? Поэтому здесь вот просто так на самотек нельзя пускать. Даже если это в номенклатурных документах записано и так далее, но в любом случае я считаю, что здесь нужно подходить именно как к объекту, как к памятнику культуры. И тогда, вот смотрите, люди, когда приезжают, они говорят, какая улица красивая, бульвар мира, а почему? Они смотрят вверх. А потом спускаются на первый этаж и говорят, а почему у вас так происходит? Нет, они даже вот это вот то, что там и так далее, они не смотрят. Но вот гости недавно были, иностранцы, они сказали, какая красивая улица. Конечно, здесь нужен вот такой подход. Вот у нас же есть позитивный пример. Пожалуйста. В управлении парками, по-моему, в Центральном парке такая же ситуация была, как по всему городу. Да, в Лев. То есть там все делали, что хотели, бизнес. Потом приходят люди, и они все унифицировали. Сейчас в парке, в Центральном, мы все знаем, что он изменился, и там в каждый вот этот киоск, они все унифицированы. Стиль, буквы и так далее. Надо, чтобы Аким города или Аким области просто взял это на личный контроль, и чтобы каждому бизнесу выставлялись определенные требования. Хочешь дальше работать? Ладно, 30 лет ты еле выживал? Ладно. Но хочешь дальше работать? Хочешь дальше жить в этом городе? Тебе необходимо... Каппегалин, Игорь Ильич, машет головой, что это невозможно, да? Света, невозможно. Пусть архитектор. Пожалуйста, вот как архитектор. Да. О причине. О причине. Значит так, вот бульвар мира. Это действительно, я работал там, знаете, вот есть в леди от столовой, да? Да. В первом этаже. Я сделал проект. Но сделал каким образом? Там много разных было этих предпринимателей. Вот обратите внимание, утвержден был все как положено. Сохранился стиль. Стиль, вплоть до стиля, вот обратите внимание, карнизы этих жилых домов использовал даже в этом. То есть там есть, вы обратили внимание, пристрой этот, идешь по лестнице, да, на площадку. Вот эту площадку отдавал этим предпринимателям и вот по ступеням с лазоном прям заходить в общий такой зал. Вот знаете, принцип тысячу мелочей. Вот когда тысячу мелочей проектировали, там до сих пор много бутиков, но обратите внимание, они все находятся в массе. Единые они смотрят, а в едином ансамбле. Вот так же теперь послушайте дальше. Значит, заказчик, который, будем так, не буду называть фамилии, который пошел вот этим путем впервые сделать вот такую, ну будем так, реконструкцию первого этажа. А другие хозяева не захотели. Говорят, я хочу вот так. А я не хочу. И, короче, пошел разлад. И проект остроился. И дальше там получилось, обратите внимание, сбоку появилась ступенька, по-моему, аптека, да? Да, да. Аптека. Взяла себе этот, купила квартиру. Пристройку. И сделала пристройку. Дальше, обратите внимание, возмущались, вот Иванина меня поддерживала, вот есть заезд, да, был заезд. Обратите внимание, хозяева пришли, они сделали себе бар. В общем, я уже поняла, что здесь кто на что гораст, так оно и будет продолжаться. Подождите, а где тогда такое понятие, как патриотизм? Вот мы же говорили сегодня о патриотизме. А где тогда такое понятие, как любовь к родному городу? Где вот эти самые понятия? Тридцать лет врали друг другу. Но когда он словно, какой-то или иной проект приносит, в любом случае, как Дагалина Ругалича, ну видно же, какое цветовое решение будет и так далее, насколько оно вписывается или не вписывается. Ну почему бы вот не включить уже, ну условно, если буквы закона нет, ну тогда включить просто, ну любовь к своему краю, любовь к своему городу, что это будет просто условно выбиваться настолько, и это будет, ну не эстетично. К любви надо воспитывать. Понимаете? Воспитывать нас. Вот этого поняли. А что нужно сделать, ну хорошо, ну а что тогда нужно сделать для того, чтобы это наконец появилось? Светлана, тридцать лет надо было воспитывать этому. Светлана, воспитывать надо. Тридцать лет мы не воспитывали в этом. Чего мы хотим? Удивляемся. Почему малосредбийный закон забитый? Почему он недоразвитый? Главная причина, вы поймите, я же не сторонник наблюдателя, я 24 года за счет малосредбийный закон, несчастный, подписать документ, предприниматель бегает, до инфаркта, до инсульта доведут его. Это 30 лет творилось. Пока правительство, пока местная среда власть не поймет, что малосредбийный закон является основным пополнением бюджета, что мы все живем, получаем зарплату, все госструктуры, мы не поймем, что статус малосредбийный закон надо поднимать, ничего не изменится. Мы должны жить все в гармонии, понимаете? Местная среда власть должна понимать, ну как, смотри, как алтын джумуртка, пойдет как золотое яйцо, курица, которую несет, понимаете? Жумар, ладно, ты у нас золотой, все, золотой. Это, понимаете, телевизионный мир, понимаете, Америка. Трогать тебя нельзя. Трогать тебя нельзя. Галина-ргалина. Зашоренными мозгами. Жумар, давайте, хорошо. Ну что, не правда, что ли? Давайте так, ребята. Вы как бывший зам Акима, что, не правда, что ли? Малый, нет, я с тобой согласен, Жумар. В чем дело? Малый бизнес, конечно. Он задает цитаты вопроса, почему? А я вам отвечаю, да потому что 30 лет гнобили нас. И продолжает гнобить. Последние 5 лет вы свободно ходили, вас никто не проверял, никто ничего. Давайте не будем. А вы кратить, что и что дало? Не будем об этом. Давайте просто. Уже недоразвитый у нас Малый бизнес. Вот, Света, говорит. Вы даже трусы не шьёв. Вы понимаете? Выход, вы должны выжать. Что делать? Позорище. Подожди. Мы в самом начале говорили о эстетике. Сиди сами себя обманываемся. Подождите. Мы говорили, говорили эстетике. Мы говорили о комплексной застройке и всевозможном благоустройстве. Так вот, я к чему дальше продолжаю. Когда Астана только переехала, помните, все фасады зданий и сооружений, прилегающие и благоустройство, всё было за счёт сделанного бюджета. Вот в чём дело. То есть мы сейчас на пороге, правильно Света поднимает вопрос, если мы хотим, мы должны с этого начать. Я поэтому и говорю, должно быть комплексное решение вопроса и благоустройство прилегающее непосредственно. Конечно, вот как говорит молодой человек, значит, плетняк нельзя снимать. Конечно, это комплексная композиция нашего памятника шахтёров. Понимаете правильно? Ну, ладно, это пусть, да, пусть не будут останавливаться. Это границы сняли, что ли? Но в этом отношении мы уже, я думаю, созрели для того, чтобы уже наши улицы центральные хотя бы уже привести в эстетическое, значит, архитектурное шедевр. В соответствии. В шедевре, да. И это должно решаться за счёт бюджета. Я хотела бы такой небольшой итог подвести, вообще всему сказанному. Почему мы сталкиваемся с проблемами благоустройства? Всегда, каждый год всегда делают, ремонтируют дороги, меняют брусчатку, делают освещение. На остальные вопросы просто нету фокуса, внимания. С чем это связано? Нету стратегического плана развития города. Спросите у любого Акима, есть план развития города на 10 лет? Есть. На 15-20 лет? Вы не знаете, да, есть. Ну, возможно, есть. Ну, кто его придерживается? Вот идёт сменяемость руководителя? Вот, допустим, поменялся Аким, что-то там сказал, обещал будет делать, приходит новый Аким. Он разве продолжает? Я не знаю. Нет, нет. Вы что, складываете слово стратегию? Вы не правы. Есть стратегический план, это одно. То, что вы думаете, о чём вы думаете. Да, я говорю, да, о другом. Стратегический план, он пойдёт сматывать, куда будет расти город? Какие сети нужно положить? Какие трансформатные подстанции построить? Это глобальные вопросы. То есть фокус внимания на... Ну, стратегический план ремонта города? Нет, не то, что ремонта. Нет, генеральный план, вот, говорите. Есть вещи, на которые всегда идёт фокус внимания. Это легче, это виднее всегда. В 2007 году в республике был утверждён генплан города Караганды. На сегодняшний день эта вот сессия проходила у нас в доме архитектора. Вот недавно приезжали, значит, представители Союза архитекторов Казахстана. Вот как раз обсуждали новый генплан. Новый генплан разработал, продолжает, ну, продолжал разработать Карин Масхат и Тусубеков. Он автор, он вообще молодец. Значит, я могу только единственное сказать, что в 2007 году, вот как на карте материал у меня есть, он сейчас изменился благодаря тому, что в 90-е годы выкупались участки городской территории и строилось вот то, что происходит на Юго-Востоке, Манхэттен и вот эти все. Так вот, на сегодняшний день утверждён план развития, развития города Караганды с новыми микрорайонами. Вот в прошлой передаче я утверждал. Я поняла, я поняла. Вот план развития города Караганды, генеральный план, тогда я возьму тоже отдельные темы. Потому что здесь, мне кажется, есть тоже о чём говорить. Айгирим, я всё-таки вас бы хотела услышать, чтобы вы сказали, досказали, вернее, свою мысль. Вопрос в том, что нету такой сменяемости и преемственности. То есть фокус внимания вообще на другие вещи. Вот чтобы, к примеру, да, говорят, Бухаржау, Центральная улица и так далее. Но она абсолютно некрасивая. Взять с Волочаевской вот этот вот рынок, вот этот вот какой-то постоянно непонятный трафик, движняк, потом вот этот мост, тут вокзал, это всё. Неужели это должно быть на Центральной улице? Я думаю, что стратегически, если начинать с благоустройства, должно быть понимание, что этот центр города, он не должен быть таким. Там должно быть что-то другое. Я не знаю, ну, рынок, он должен быть... Рынок, рынок, да, это вот прям базар, это рынком не назовёшь. Он должен быть где-то за городом, я так понимаю. Там должен быть какой-то красивый район, да, жилой, нежилой и так далее. Пусть будет какой-то торговый, но весь трафик, вот этот вот весь бардак, который там происходит, он происходит благодаря тому, что там вот те вещи, которые не должны быть на Центральной улице. Или я что-то не так понимаю, не так вижу, но я как молодое поколение, я считаю, что в том городе, где я хочу жить, я не хочу, чтобы там был рынок и вокзал прям посреди города. Как депутаты областного Маслехата, ну, я хочу сказать про область нашу, есть районные центры, мы посещали, ну, я практически посетил все районные центры, и отдалённые посёлки, у них проблема совсем другая. У них нет света, нет воды, нет дорог. Вот на самом деле вот сейчас мы обсуждаем, да, критикуем, например, местных исполнительных органов, да, по поводу благоустройства, эстетики и так далее, да, а у нас в отдалённых районах очень другие проблемы, которые люди там страдают, у них они рады маленькой детской площадке, у них они рады какими-нибудь дороге какой-нибудь, речке, да, потому что у них отключается свет, у них воды нету у отдалённых, кто-то воду качает, то ещё какие-то моменты. А в нашем городе, ну, я вот, я сам карагандинец всю жизнь вырос, тоже вот наблюдаю, в целом, например, если архитектуру, да, посмотреть, в 20-м году, когда был коронавирус, у нас красили фасады, давайте вспомним, это Ленина, бывшего Татабая, потом, да, Макниг, да, Горская, ну, в целом, исполнительный орган, он старался и старается привести наш город в эстетику, это можно дать с каждым годом и в год, то есть была программа, там, 50 дворов каждый год, это с 2018 года, насколько я помню, это три года, 150 дворов сделали, освещение, благоустройство, асфальт и так далее. А сейчас давайте посмотрим, да, центральные улицы преображаются у нас, на самом деле, посмотрите, парки, скверы для людей тоже, ну, я... это можно сказать, ну, отдать должное, да, есть какие-то моменты, есть какие-то там критика какая-то, но в целом же, все хорошо же, давайте посмотрим, просто я к чему говорю, в том, что, в том, что, в том, что я хочу, дослужите меня, я хочу сказать, в том, что в нашем городе, от других отдаленных районных центров наш город очень преображается, ну, посмотреть, я просто объездил весь наш Карагандинский область регион, и мы сейчас обсуждаем, ну, такие моменты, да, есть там что-то неправильное, что-то правильное. В течение двух передач говорили о благоустройстве города Караганды. Увидимся ровно через неделю здесь, в главной студии, и будем говорить, а вот о чем, смотрите нас каждую неделю в 18.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова